Роман Александрович Исаев 60 примеров успешных и проблемных проектов организационного развития Предисловие В данной книге рассмотрены примеры успешных и проблемных проектов организационного развития, описания и оптимизации бизнес-процессов, построения бизнес-архитектур, в которых автор принимал участие в разные годы. В каждой из 10 частей приведен практический опыт, бизнес-кейсы, шести организаций разного размера и специфики деятельности. По каждому успешному проекту рассмотрены факторы, которые способствовали успеху, а по проблемным проектам сделан анализ причин и рекомендации. Рекомендуется ознакомиться со всеми 60 примерами, бизнес-кейсами, для полноценного обзора и использования в практической работе. Предложенная информация будет полезна для широкого круга руководителей и специалистов, бизнес-аналитики, бизнес-архитекторы, системные аналитики, IT-специалисты, методологи, менеджеры проектов, специалисты по организационному развитию, управлению рисками, аудиторы. Все рассматриваемые примеры, бизнес-кейсы, рекомендации и выводы могут быть успешно применены для организации всех отраслей, вне зависимости от того, к какой отрасли относится каждый конкретный пример. Методологическая база и образцы всех документов, на основе которых были реализованы проекты, содержатся в источниках 1 и 2. Применение данных материалов поможет сэкономить значительное количество времени и избежать многих ошибок, не разрабатывать документы и модели с чистого листа, а использовать готовые примеры. Главные инструменты, с помощью которых выполнялись все успешные проекты, это системы Business Studio и Microsoft Visio. Для целей сохранения конфиденциальности названия организаций изменены, но сама информация является открытой, так как частично была опубликована на конференциях, отраслевых конкурсах, журналах и т.п. В качестве приложения к основному материалу книги добавлен сборник «Секреты и полезные советы системы Business Studio». Так как Business Studio является самой распространенной в России системой бизнес-моделирования, то предложенная информация будет полезна широкому кругу специалистов, которые работают в системе или планируют использовать ее в будущем. Книга издана в двух форматах. Электронный – доступен для покупки в интернет-магазинах AllSoft.ru или Trace.ru. Печатный – доступен в розничной сети продаж ведущих книжных магазинах, а также в ООО «Научно-издательский центр Инфра-М». Все вопросы, комментарии и предложения просьба высылать на контакты автора, указанные в конце книги. Любое распространение, тиражирование или размещение в открытом доступе электронной версии книги запрещено по лицензионному законодательству. Отзывы Станислав Комаров, главный редактор Национальный банковский журнал Тематика оптимизации бизнес-процессов сейчас очень актуальна и востребована во многих организациях, особенно при выполнении проектов цифровой трансформации и развития бизнеса. Автор публиковал ранее много статей и методик на эти темы, в том числе в нашем журнале. И теперь перед нами большой фундаментальный сборник практического опыта, кейсов, живых примеров. Он охватывает значительный период – более 15 лет. Уверен, что каждый читатель найдет для себя в книге важную и полезную информацию. Наталья Осипенко Руководитель службы систем менеджмента качества НПФ «Благосостояние». Победитель конкурса «Лучший бизнес-аналитик» и специалист по бизнес-процессам финансовой отрасли 2002. Внешняя среда организаций большинства отраслей очень динамична и заставляет быть гибкими. Проекты по оптимизации бизнес-процессов, цифровой трансформации и развитию бизнеса в том или ином формате запущены или планируются к запуску практически во всех компаниях. Я бы рекомендовала включить для команды управления такими проектами и для бизнес-аналитиков, особенно в финансовых организациях, данную книгу в перечень обязательных для ознакомления. Это позволит использовать успешный опыт коллег, а также взглянуть на риски неуспешности проектов. Смею утверждать, что данная книга принесет большую пользу любой компании, если ее прочтет руководство высшего звена, так как автор помогает проследить один из важных факторов достижения цели успешных проектов «Лидерство», «Вовлеченность», «Заинтересованность», «Руководство». Спасибо автору! Дмитрий Пинаев, генеральный директор ГК «Современные технологии управления», производитель системы «Бизнес-студио». Роман первым на моей памяти среди консультантов решился на описание успешных и неуспешных проектов в области развития бизнес-архитектуры компаний. Все мы знаем, что неуспешный опыт принято замалчивать, хотя парадокс заключается в том, что он не менее полезный, чем успешный. В итоге получилась беспрецедентная по своей полезности книга, позволяющая уберечь бизнес-аналитиков и руководителей от множества ошибок, а также подсказывающая успешные способы решения задач по организационному развитию. Спасибо автору и ждем продолжения книги через несколько лет. Елена Чичулина, начальник управления банковских технологий и бизнес-процессов ПАУ «Банк Екатеринбург». Победитель конкурса «ВРМ. Проект года 2017». Новая книга Исаева романа – новое практическое пособие по внедрению процессного подхода и проектированию бизнес-архитектур. В ней изложены примеры по реализации проектов организационного развития более чем в 60 организациях. Сделаны выводы о причинах успеха-неуспеха проектов, даны рекомендации. В нашем банке в начале своего проекта мы руководствовались книгами Исаева романа «Банковский менеджмент» и «Бизнес-инжиниринг», «Секреты успешных банков», «Бизнес-процессы и технологии» и комплексной типовой бизнес-моделью банка, финансовой организации. Очередная новая книга – это очень ценная информация, которая будет полезна и тем, кто начинает проект по внедрению процессного подхода, и тем, кто продолжает совершенствовать свои бизнес-процессы. Книга поможет избежать ошибок в проектах и даст возможность почерпнуть передовой опыт других организаций. Гузель Петрова, директор Институт современного банковского дела. Наш институт более 10 лет проводит семинары, конференции и мероприятия по организационному развитию и процессному управлению, в том числе с активным участием автора. И нам особенно приятно, что появилась такая востребованная книга. Она поможет многим руководителям и специалистам найти решение многих задач, увидеть, как выполняют проекты другие организации, узнать многие секреты, особенности. Желаем автору успеха в дальнейших трудах, новых интересных идей и разработок. Владимир Суворов, главный системный аналитик, страховое акционерное общество ВСК. Книга, которую вы держите в руках, потрясающая. Если хотя бы три года назад я увидел такую книгу, то это бы существенно изменило не только мою профессиональную деятельность, но также ускорило и повысило эффективность решения многих задач во многих организациях. В книге подробно разбираются и показываются ошибки и проблемы, от которых у всех участников процессного управления возникают большие расходы сил, здоровья и денежных средств, и которые, кроме огорчения и разочарований, в итоге ничего не приносят. Но самое главное, в книге показано, как надо действовать правильно на примере множества ситуаций, бизнес-кейсов, историй из жизни. Сейчас много разных книг по процессному управлению и организационному развитию, которые, по большей части, содержат сухую теорию и методологию. В настоящей книге перед нами сборник большого практического опыта, представленный 60-ю поведенческими моделями различных организаций. Самыми ценными из них, я полагаю, являются модели именно успешного, образцового, организационного поведения, которые достойны подражания. Ошибки были и всегда будут впредь у всех, потому что полностью никто из нас, к сожалению, от них не застрахован в будущем. А вот как действовать правильно и успешно в нашем безумно быстро меняющемся мире могут подсказать эти образцовые модели поведения. На мой взгляд, эта книга весьма полезна как начинающим специалистам в области процессного управления, так и признанным авторитетом и корифеем. Спасибо автору и ждем второго издания. Часть первая. Успешные проекты. Банк У1.1. Региональный банк среднего размера. Общая численность сотрудников до 500 человек. Цель проекта. Описание всех ключевых бизнес-процессов и разработка комплексной электронной модели бизнес-архитектуры, банка в рамках стратегии ускоренного развития. Команда проекта. Три главных бизнес-аналитика плюс более 30 аналитиков в подразделениях, каждый из которых прорабатывает свой собственный бизнес-процесс. Но это не основная их деятельность по должностным инструкциям. Субтитры создавал DimaTorzok